Всем привет! Вы на моем канале и меня зовут Снежана. Сегодня мы с вами снова посещаем фиш-маркет в городе Баттайя Наклуа район. Наклуа это вся вот эта прекрасная улица. Фиш-маркет является очень крутым местом для того, чтобы полностью окунуться в атмосферу Таиланда, почувствовать настоящие морепродукты, а самое главное здесь очень и очень лояльные цены. Как по мне, здесь готовят вкуснее, чем в некоторых ресторанах. Так ли это проверите вы сами, а сейчас я вам расскажу примерный ориентир, как сюда доехать. С разных районов Паттайи вы можете доехать совершенно разными путями. Можете доехать на Ту-Куке, на Санкт-То. Санкт-То, верно. Либо вы можете вызвать такси Болт. Все очень разнообразно под ваш вкус. Вам нужно двигаться по улице. И самый главный ориентир это огромное, огромное просто дерево. Огромное дерево, оно прям, вы его точно не пропустите. Поэтому останавливайтесь здесь и выходите. Вас сразу же. Покажи, пожалуйста. Ожидают ряды морепродуктов. Тут все кипит, все бурлит, сидят столики. Также перед вами будет большая парковка. И вот с этой стороны тоже рынок. Ориентиром может стать также это охранный пункт. Вот это еще раз дерево. Мы проходим и идем на сам рынок. Ряды начинаются еще с этой стороны. Но, как правило, в самом начале цены идут чуть дороже, чем в самом рынке. Поэтому можно зайти. Ходем пусть сразу зайдем даже. Зайти можете с какой стороны вам хочется. С той стороны, с этой стороны, с другой стороны. Добро пожаловать в этот шаркет. Привет. Привет. У вас здесь сразу же встречают сушеные рыбки, морепродукты, кальмарчики, креветочки. Все, как в ваших любимых пивнушечках. Шарики жареные, кальмарчики, фрукты. Но самая свежая вкусняшка начнется чуть попозже. Идем, проходим. А здесь нам надо снова свернуть сюда все-таки. Видишь, да? Все-таки нужно обойти отсюда. Мы бы так не зашли. Здесь огромное количество китайцев, потому что они любители морепродуктов. Народу очень много. Мы, по-моему, приехали к саму соскид, да? Да, да, да. Мы до этого приезжали позже. На фиш-маркете мы уже в четвертый раз. В четвертый раз. Мы уже здесь четвертый раз. Поэтому все знаем, любим. Приезжаем сюда уже не впервой. В каждом видео я говорю, чтобы вы надевали обувь. Ни такую, ни мотосины, ни кроссовки, ни босоножки. Потому что здесь везде мокрое, везде лужи, все тает. И вам просто будет жалко свою обувь. Цены на смену. Кутилисты на килограмм. Китайцы стали. Загородили дорогу. Рыбки вот такие вот 150 бат. Ракушечки 170 бат. На данный момент, 24-й год, мы умножаем на 2,6. Может, аймар 4-й? Нет, 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 нет. Мы хотели бы такой вот попробовать, но что вам? Цены, да? Прямо 2 тысячи, 2 тысячи, 1,5 тысячи. Это черный перец, да? Какой очень. Как он растет? Черный перец, да? Это черный перец. Такой молодой, зеленый еще. Вот папайя, манго-зеленый. Почему ты перевернулась? Видимо, он устал уже. Ай, ай, ай. Это дайкал, ай. Ай, дайкал, дайкал. Ай, дайкал. Сенчиэр. Ай, ай. Сенгу. Уходит, уходит, уходит. Что такое? Это дайкал, ай. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай. у меня богатый китайцы у нее там одна штучка постоянно убегала не помню как она называется и она ее шлепнула ну по полке поняла что там бегать ах ты такая гусостная да сменожки не хочешь я не хочу сменожки мои любимые это вот из икру мещиностца вот эту берут как-то готовят там ее ужасно выглядит о а вот эти вот ракушки они плюются вот они плюются вот здесь мы брали тогда помочь повезти да мы здесь брали 200 бак нормально мы здесь брали 1 кг 200 бак гребешков здесь по 150 очень красивые самое главное и очень вкусные они ну это большенькие хорошие по 300 бак глазки и 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 Está и и и и работают, тут вывешены блюда, которые они могут вам сделать из того, чего вы им принесли. Тут такой классный алтарь идет, прям проникаешься им. Красиво тут очень все. Столики обычные, но для того тут вкусно готовить. Чувствуется, что мужская рука классно готовит с душой для тебя, поэтому вот так вот. В этот раз мы взяли как обычно креветки, шрим, а склоп это гребешки и взяли чуть-чуть мидень. Хотели взять лобстера, но что-то цены на него реально там 2500, 1800, 3000 бат. Мы так подумали, что мы смотрели обзоры тоже, да, по поводу лобстеров и большинство людей говорит, что это просто большая креветка, то есть мясо очень похожее и ну короче, решили, что эти деньги лучше потратить на какие-нибудь вещи либо на что-нибудь такое, чем просто накупить лобстеры за 3000 бат. Вот так вот. Да, мы даже знаем, куда. Миди, кстати, варят. Я вот не хочу на вареном миди. Ты сам больше ешь вареную. Видишь? Не варят. А это как вареным, ты сказала? Да. И соусом, наверное. И каким-то. На вареном миди такие сырые. Такие, не знаю. Но мы с тобой вчера ели в новом ресторане. Но такие я уже тоже не хочу, потому что уже небольшой выбор. Огромные рыбины. Люди купили просто огромную рыбину. Интересно, что с ним будут делать? В нашем заведении все стабильно. Мои любимые гребешки в чесночном соусе, на гриле. Я вам их очень сильно советую, потому что это безумно вкусно. Побар смотрит на меня, улыбается, а я чуть-чуть от этого смущаюсь. Короче, лемонграсс. Мы взяли еще миди, но мы просто сварили с травами и лемонграссом. Я попробовала одну, мне не сильно понравилось, честно. И креветки прекрасные с чесноком. Именно берите с чесноком, но говорите garlic with butter, потому что на гриле они чуть-чуть суховатые. У меня вкусный, натуральный там. А маме при этом не боятся миди. 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 Потому что там мы едем с замок, как будто бы сыр чесноком. Держи. Я чуть-чуть попозже поеду. Давай всю креветочку. О, под камерой классно стоит. Ты мне дай одну. Иностранцы просят айкор что-то. Иностранцы просят айкор что-то. Взял сигарету его. Не знаю. Некрасиво, некрасиво очень. Со стороны. Ну, кто-то больше выкидывает. А мы такие, да? Может быть, люди, да, без каких-то ограничений в голове делают и делают. И другие тоже, ну, как бы, ну, к этому спокойно относятся. У меня двойной на гребешок. Они ведь где там двойные? И ты двойные, офигеть. Ну, так они же много не получат. Они лишь просто на одну раковинку кладут два ракушка. Понимаешь? Да. Веритусы от них балдеют. Я всегда даже облизываю эти ракушки. А вот здесь соус. Вот видите, соус. Даже без вилки есть. И пьешь. О, покусали так вкусненько. Где полный рост? Полный рост? Нет, вот так. Я же говорю, полный рост. Нормально? Какой месяц? Треть? Четвертый? Ну нет, третий, наверное. Ну нет. Короче, было очень вкусно. Такое настроение классное. Время только 6 вечера по моим часам. Куда пойдем? Вот туда выходим? Да. Многи уже закрываются, кстати говоря. Здесь много кафе, да. И конечно, что тут кто-то живет. Посмотри, какие. Это же колеса. Да? Да, старые колеса. А, обалдеть. Там люди живут. А это просто горшки, мне кажется. Вот только это на колесо было. Ой, здорово точно. Подглянь, кто мы ими домой. Как у них красиво. Какие двери. Тренажер, смотри. Да. Тренажеры поднимаются. Вот сковородские. Тоже еще такая кухонька готовят. Кухня интересная. Кухня какая-то. Мы чисто идем вот. Вот пару, мне кажется. Да. Очень классно. Большие, смотри. Такие, огромные, да? Угу. Они, наверное, вечно мокрые. Весь. Люди живут. Да, да, да. Вот тоже живут люди. Вот так живут. А вы в низ. Вы-то бедные ставите. Ну, куда попали с тобой. Наверное, они здесь работают. Здесь живут. Вон, читают. Да, они здесь одержат. И здесь живут. Мы чтобы куда-то зашли, да вообще? Я думаю, что там нужно налево. Мы выйдем на кафешки. Вот, знаете, чей-то дворик тоже. Да, вот так. Аутентичный тай. Ой, черный кот какой красивый. О, мой? Вот здесь грязно. Да. Я никуда так не видела. На депутат не ходила. Да, снимай. Здесь что, Атлис? Какая вонь! А вот здесь еще, да, и все. Вот, красивая картинка, да, и вот грязь. Лодка старая. Атлис, потом вот так вода будет. Давай снимай, я на телефон сниму тоже. Старая лодка. Только держи крепко, пожалуйста. Нахренеть, жижа. А аутентичный район Китая, где вода будет грязь, я вас сразу снимаю тайцы. Китай у тебя, как ты сказала. Я сказала, Китай? Да. А вот петухи, смотри. Только что шли там за двором. Петухи, рыбки, вися. Ну, а потом сделайте. А вот другой Таиланд. Музыка приятная такая. Нежная. Мяу-мяу-мяу. 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 Я знаю, что здесь еще кафешка вот на втором этаже. Там, чтобы туда смотреть красивый виду, туда стоит, по-моему, попасть еще плюс 100 бат или 200 бат. Я говорю, приятная музыка. Мяу-мяу-мяу-мяу. Да, тайская такая? Смотри, смотри, смотри. Ты под тайку. И все, все, лебедем поплыла. Пойдем посмотрим там на утки. На. Я умею, потому что танцевать разные танцы. Не зря же у меня образование хореографическое. Все говорят beautiful. И вот этот понтун, они утром уходят здесь в море. Сейчас отлив, видишь, вода очень грязная. Очень грязная. Черная, мне кажется, вода даже. Это грязь, посмотри. Буль-бульк, покупаемся. Да, пойдем отсюда. Вкусно поели. Мне не хочется смотреть. Мы это все к тому, что есть разный Таиланд. И, конечно же, естественно, что ловится рыба, морепродукты. Есть отходы от лодок. Это все нормально. Куда это все? Куда это все? Да, сточную воду. Куда, вы думаете, все уходит? Потому что моречка так же, как и у нас в России. Они стихийные. Так же, как у нас в рынке образовывались стихии. У нас стихийный рынок тоже там, видишь? Угу. Атлантичный. Красивый. Красивый. Собачка. Танцевала, ну, для тайцев. Это прям, ну, было видно, да? Я сама для себя начала танцевать. И они такие потом. Угу. У нас сегодня с мамой женская энергия на высоком уровне. С мамой хотели китайцам познакомиться. А, я же вам ее не показывала. Они фоткались с ней. Сначала они заговорили с ней, потом начали фоткаться. А я знаю, что для китайцев это вообще престижно, когда они тусят с европейцами, с русскими. Вот. У меня даже знакомые были, кто тусил в Китае, работал и за деньги тусили с китайцами. Ходили по барам, ходили по кафешкам. То есть для них это считается крутым общаться с русскими, с европейцами. И вот к нам заговорили. Заговорили, короче, с мамой. Потом стали фоткаться с ней. Со мной тоже сфоткались. Я им выдала весь свой словарный запас китайских слов, потому что я тоже в Китае же была. Потому что я тоже же была в Китае. Я им выдала нихао. Это привет. Куня. Это девушка. Иго. Это один. Тонши. Это пока. И чебучиба. Это меньше. Все. Они сказали вау. Да. Акцент классный, короче. Вот. Я им показала фотки, что мы были в Бэйджин. We fly to Beijing. Мы полетали в Пекин. Ну, короче, так вот весело. Весело. Здесь при выходе из рынка много разных макасов. С напитками. Да. Вот время. Шесть. Одиннадцать. Ноги, да, уже закрываются. Смелькается. Здесь есть большой парк. Около рынка. Мы, кстати, здесь гуляли в этом парке. Его буквально недавно построили в этом году. В том году он еще был закрыт в 23-м. В 24-м тоже такой классный парк. Он небольшой, но очень чистый, аккуратный. Прям советую вам его посетить, погулять, размять свои ножки и свои желудки после вкусного ужина или обеда. На этом я буду заканчивать свой ролик. Мы с вами сегодня были на фиш-маркете Наклуа, город Паттайя, страна Таиланд. Я надеюсь, что вам все понравилось и было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. И вообще, давайте, рассказывайте что-нибудь, спрашивайте вопросы по поводу рынка. У меня есть на канале уже видео про фиш-маркет Наклуа. В описании я их вам обязательно переблю. ссылочкой. Поэтому рада была с вами здесь быть, все вам рассказать, вместе покушать. До новых встреч!